Добрый вечер! Вы смотрите новости в студии Анастасия Романова и в начале выпуска коротко о главном. Марию Бутину из Бурнаула задержали в США по подозрению в шпионаже в пользу России. Ей предъявили обвинение в сговоре с целью работы агентом иностранного государства. Об истории российских железных дорог барнаульцам рассказывают в поезде. Передвижной комплекс приехал сегодня в краевую столицу. Зайдя в этот комплекс невольно чувствуешь себя ребенком. Только это не игрушки, а большие и высокоточные модели. Отборочный кастинг на шоу «Голос» прошла 19-летняя жительница Бурнаула Валерия Бугорская. Увидеть на экранах девушку можно в новом сезоне вокального проекта. Уроженку Алтайского края Марию Бутину задержали в Соединенных Штатах Америки по подозрению в шпионаже. Как сообщает Министерство юстиции США, цитата, Бутина предположительно как минимум два года работала на высокопоставленного чиновника российского правительства, который впоследствии стал одним из руководителей российского Центробанка. По данным Министерства юстиции США, в судебных документах дела Бутина подробно описывается, как российский чиновник и Бутина работали в качестве агентов России внутри Соединенных Штатов, развивая отношения с людьми США и проникающими организациями, имеющими влияние в американской политике, с целью продвижения интересов Российской Федерации. При этом, следует из материалов дела, она не уведомила власти США о том, что лоббируют российские интересы, хотя американский закон требует, чтобы лоббисты официально регистрировались. В настоящее время консульский отдел посольства России в США выясняет обстоятельства задержания Марии Бутиной и пытается добиться от западных властей доступа к ней. Добавлю, Марии Бутиной могут присудить до пяти лет лишения свободы. 29-летняя Мария Бутина родилась в Бурнауле, окончила Алтайский государственный университет по специальности политология. Затем продолжила обучение в аспирантуре классического вуза по специальности политические процессы, институты и технологии. Всегда Марии в силенческие годы, когда только начинала заниматься общественной деятельностью, работать с политическими партиями, она была пробивная, она всегда знала, чего она хочет, она всегда была амбициозная. Как мы видим, все у нее это сохранилось, и никто, конечно, наверное, не ожидал таких результатов. С 2011 года и до марта 2018 года Мария – председатель правления Межрегиональной общественной организации «Право на оружие», которая защищает права и интересы владельцев гражданского оружия. Последние пять лет она – собственница рекламной кампании в Москве. Что касается политической активности, Мария Бутина – беспартийная и работает помощницей экс-сенатора Александра Торшина. Ныне он зампредседателя Центробанка. Школа в селе Листвянка Топчихинского района сгорела дотла. ЧП произошло сегодня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 11.22. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 160 квадратных метров. На тушении работали 11 человек и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются. В Рио губернатора Виктор Томенко поручил в Рио министра образования Алтайского края взять ситуацию на контроль и организовать обучение детей. Камеры видеонаблюдения установят на избирательных участках на досрочных выборах губернатора Алтайского края. Такое наблюдение за ходом региональных выборов осуществится впервые. Как проходит голосование, которое состоится 9 сентября 2018 года, можно будет увидеть в режиме онлайн. До этого, уже в течение, ну так скажем, последних 10 лет избирательного цикла только дважды большинство регионов России, в том числе Алтайский край, имели возможность работать в режиме полного, крупномасштабного видеонаблюдения. Но прежде всего при проведении выборов президента Российской Федерации в 2012 году и в марте 2018 года соответственно. Музыкальным школам края нужны инструменты, а домам культуры – ремонт. Эти проблемные вопросы обсудили на заседании Общественного совета по культуре, на котором были озвучены предложения для проекта программы кандидатов губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Предложения выдвигались с ориентацией на федеральные направления, снабжение библиотек цифровыми гидами, создание центра развития талантливых детей, привлечение молодых кадров в села. Это не полный список того, что обсудили участники заседания. И плюс есть ряд направлений, которые, может быть, не укладываются в формат концепции, когда они не носят характер отдельных проектов. Это, например, проекты по поддержке театров, работающих с детьми, и муниципальных театров. Это проекты по поддержке сельских домов культуры. Там целый блок в национальном проекте культуры адресован поддержке и развитию работников культуры. Поэтому определенные группы, блоки вопросов, они будут закладываться и в программных документах. По итогам заседания члены общественного совета при управлении по культуре и архивному делу, а также руководители краевых и муниципальных учреждений культуры приняли общую резолюцию. Ее направит в штаб кандидатов губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Я думаю, что если человек настроен на позитивную работу, что он обязательно обратит внимание на сферу культуры, потому что ни одно, будь то мелкое, либо крупное мероприятие не обходится без работников культуры. То есть мы серьезное звено, на которое нужно обращать внимание. Торговые центры, поликлиники, больницы, школы, вузы, общественный транспорт – все становится доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Более 8,5 миллионов рублей с начала года направили в регионе на установку пандусов, тактильных табличек, оборудование санузлов и на другие работы. Большая часть средств выделена из краевого бюджета – это 4 миллиона рублей. Более 3 миллионов направили из федерального бюджета и почти 1,5 миллиона – средства собственников транспортных предприятий. Так, к примеру, в краевых реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями Добродея и Журавлики, в центрах занятости населения по Тальменскому, Первомайскому району, Бурнаулу и Новолатайску провели работы по устройству входных площадок, пандусов и тамбуров. Медучреждения Краснощоковского, Волчихинского, Родинского, Рубцовского районов закупили инвалидные кресла, установили тактильные таблички. Во втором полугодии планируется оборудовать пешеходные переходы светофорами со звуковой сигнализацией для слововидящих, обучить специалистов в социальной сфере русскому жестовому языку, провести краевые спортивные мероприятия для людей с инвалидностью. Кстати, в социальной службе такси появился новый автомобиль, оснащенный подъемным механизмом. Он позволит инвалидам-колясочникам с легкостью преодолевать десятки километров. Поступило предложение нам расширить количество социальных такси. Было принято решение, депутаты нас поддержали, и была приобретена такая замечательная машина, которая находится сзади нас. Она немного по размерам чуть больше, значит, здесь уже два инвалида-колясочника могут помещаться, также здесь есть подъемник, и я думаю, что вот эта машина, она будет пользоваться очень хорошим спросом. Служба социального такси в Бурнауле работает уже больше десяти лет. В автопарке до сегодняшнего дня было три специальных машины для перевозки инвалидов-колясочников. Новый автомобиль позволит сократить время ожидания. Кстати, тариф поездки на социальном такси самый низкий по России. Одна минута, один рубль. В городе много делается по реализации программы «Доступная среда» и в Алтайском крае. Но если мы посмотрим, вот есть у нас низкопульные автобусы. У нас очень сейчас все дороги практически возможно проехать на той же коляске. Что делать, если работу найти не удается, а денег на то, чтобы получить новую специальность нет? Несколько предприятий Бурнаула дают возможность и заработать, и освоить профессию. Одно из таких – МУП «Горэлектротранс». В этом году обучение на предприятии проходит 40 человек. С Центром занятости населения «Горэлектротранс» сотрудничает 11 лет. Желающие освоить новую специальность проходят курс лекций и практических занятий по профессиям водитель троллейбуса и водитель трамвая. Обучение на трамвае длится 5 месяцев. Люди, которые к нам приходят, и у них, если есть уже категория «Б», они делают вывод, что все-таки на трамвае это немножко сложнее. Сначала, когда ребята к нам приходят, мы показываем на тренажере просто элементарно, хотя бы как с тормозной педалью обращаться, где находятся на пульте управления основные приборы, тумблеры, кнопки, чтобы ребята всем этим умели пользоваться. За 11 лет на предприятии обучили и трудоустроили почти 750 человек. Добавлю МУП «Горэлектротранс» Бурнаула – одно из крупнейших предприятий города. В этом году ему исполняется 70 лет. Живи активно, мысли позитивно. Такой социальный проект запускают в Бийске. Он помогает людям в преклонном возрасте улучшить качество своей жизни и на пенсии продолжать работать и вести активный образ жизни. Подробности далее. Светлане Федоровне Косицыной, что называется, без пяти минут 70 лет. После выхода на заслуженный отдых она продолжает заниматься общественной деятельностью. Работает помощником депутата, сдаёт нормы ГТО на золото и вот уже три года занимается скандинавской ходьбой. Сейчас Светлана Фёдоровна – одна из участников проекта «Жить активно, мыслить позитивно». Прививает это правило и своим знакомым. Собственным примером доказывает, что работать можно практически в любом возрасте. Моя-то тоже помощь, что ли, или активная деятельность в том, что я консультирую людей. Потому что я сама 14 лет поработала в соцзащите и как бы тоже знаю изнутри всю эту кухню, хотя много сейчас изменилось. Но, тем не менее, или по оформлению до сих пор звонят, или по оформлению в интернат, или по оформлению работы с помощью домой. Вот такие вопросы. Комплексный центр социального обслуживания населения Бийска выиграл гранд-фонда Тимченко. И теперь для пенсионеров Наукограда созданы условия для улучшения качества жизни. Они регулярно занимаются физкультурой и социальным туризмом, следят за своей красотой, проводят мастер-классы и ведут общественную деятельность. Например, вяжут вещи для неблагополучных семей. Задача наша – это сформировать позитивный интерес, расширить круг общения и улучшить, конечно, здоровье наших граждан. У нас очень много активных, позитивных, целеустремленных бабушек и дедушек, которые, выйдя на пенсию, хотят продолжать участвовать в активной жизни. Поэтому вот этот проект, он просто необходим. Сейчас проект «Жить, активно, мыслить, позитивно» работает в тестовом режиме. Как говорят работники соцзащиты, пенсионеры делятся на три группы в зависимости от степени активности. И в дальнейшем те, кто преуспел в этом показателе, будут помогать своим менее общительным товарищам раскрепоститься. Вадим Слюсарев, Антон Червяков. Новости. Профильную смену для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, провели в лагере «Дзержинец». Ее организуют уже в 20-й раз сотрудники МВД. Засуговая программа подростков удивила. Дети узнали, как работают кинологи и конная полиция. Подробности у Анны Муратовой. Имитаторы наркотиков нашла собака за считанные секунды, а немецкая овчарка Пандора показала результат дрессировки. Такие выступления стали уже традицией в лагере. Здесь уже в 20-й раз проходит профильная смена. Сотрудники конной полиции рассказали детям о своих буднях и даже прокатили всех желающих на лошадях. А кинологи показали, как служебные собаки задерживают преступника. 120 детей со всего края приехали сюда отдохнуть и научиться лучше общаться со сверстниками. Вожатые у них полицейские. Есть и психологи. Каждый сотрудник ПДН у нас своего рода психолог. Он пытается подобрать, благодаря своим познаниям, методы работы с данным человеком. Где-то метод убеждения, где-то, наоборот, принудить его что-то сделать, чтобы впоследствии он все-таки осознавал, что он делает доброе дело и вырастет нормальным человеком. Цель такой смены – дать понять подросткам, что они сами несут ответственность за свою жизнь. Организаторы хотят, чтобы у детей было лучшее будущее. И ребенок уже, наверное, с легкой душой идет дальше, хотя бы на несколько дней, хотя бы на ближайшее будущее, понимая, что действительно за его деяниями может быть какое-то другое будущее, другое поведение, за которое его те же родители могут похвалить, сказать, что какой он молодец, что ими гордятся, этими детьми. А достойные люди нужны всегда, поэтому такую же смену традиционно планируют провести и в следующем году. А может, кто-то из этих детей в будущем также захочет стать полицейским. Анна Муратова, Новости. Об истории российских железных дорог бурнаульцам рассказывают в поезде. Передвижной комплекс приехал сегодня в Краевую столицу. Выставку в вагонах оценил Вадим Слюсарев. 12 вагонов. Три из них технические, в остальных начинка поинтереснее. Заходишь и попадаешь в прошлое. Экспозиции рассказывают об истории российских железных дорог. Передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД доехал и до Краевой столицы. История железных дорог нашей страны и история развития самого государства сопряжены непосредственно, потому что, помимо не только европейской части страны, но в связи с отдаленными территориями, железная дорога там оставила довольно большой вклад, потому что при освоении БАМа и Транссиба, при прокладке железных дорог, непосредственно на станциях возникали города. Зайдя в этот комплекс, невольно чувствуешь себя ребенком. Только это не игрушки, а большие и высокоточные модели. Каждый экспонат наглядно показывает, как развивались железнодорожные технологии. Здесь есть модели поездов военного времени, а также современные разработки с применениями нанотехнологий. В этой выставке упор на интерактивность и наглядность. К примеру, на этом стенде можно выделить любую железную дорогу России. Например, Московскую или нашу Западно-Сибирскую железную дорогу. Один из вагонов посвящен подготовке будущих машинистов. Здесь находятся симуляторы, на которых курсанты учатся управлять сложной техникой. Все отрабатывается до автоматизма. Можно создавать любые нештатные ситуации для обучающихся. Менять погоду, время года, любое препятствие поставить на путь своему ученику. Все что угодно. Автомобиль, человек, любое животное выбрать, кого угодно. То есть наша главная задача, как можно больше сложных ситуаций создать для наших будущих специалистов. В Барнауле передвижной выставочно-элекционный комплекс пробудет еще один день. А следующая станция – Новосибирск. В Краевую столицу обещают заехать еще не один раз. Ведь история, как и поезда, не стоит на месте. Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко. Новости. А дворочный кастинг на шоу «Голос» прошла 19-летняя жительница Барнаула Валерия Бугорская. Увидеть на экранах девушку можно в новом сезоне вокального проекта. Лера прошла два тура кастинга. Жюри отметил ее выступление. Сейчас девушка в Москве. Ее ждут несколько недель репетиций и съемок. И к новостям спорта. В Барнауле завершилось первенство Сибирского федерального округа по пляжному волейболу среди высших учебных заведений. Дмитрий Гладких побывал на турнире. В этом году в первенстве Сибирского федерального округа приняли участие 14 команд из Кемеровской области, Красноярского края и нашего региона. Алтайский край представляли пары из Педагогического, Классического, Медицинского университетов и БЮИ МВД России. Основными фаворитами соревнований считались наши спортсмены. В Сибири у нас самые сильные позиции по студенческому пляжному волейболу. И вот в этом году хотим провести в конце августа чемпионат округа. Я думаю, тоже наши будут, по крайней мере, в призерах и там, и там. Из-за отсутствия хороших пляжников в этом году на турнир не смогли приехать пары из Омска. В прошлом году в соревнованиях мужских команд Амичи Вадим Тремасов и Ярослав Астраховский праздновали победу. Но они закончили выступление, а достойной замены чемпионам не нашлось. В итоге у мужчин и у женщин в полуфиналах оказались алтайские команды. Уровень соревнований очень хороший. Девчонки все молодцы. Играем за третье место. Устали. Поэтому все, борьба, все, боремся. Турнир организован на высшем уровне. Я побежала. Давай. Финал женских соревнований между командами АЛТГУ и БЮИ МВД прошел в равной борьбе. Но в итоге девушки из классического университета добились победы 21-17, 21-18. У мужчин за первое место боролись две пары, представляющие БЮИ МВД России. Чемпиона соревнований пришлось выявлять на тайбрейке. Удача была на стороне Ильи Коврова и Александра Махова, которые выиграли сет 15-11, а вместе с ним и матч 2-1. Впереди у команд первенство России. Оно пройдет в начале сентября в Москве. Дмитрий Гладких, Алексей Шаульский. Новости. Таким был этот день. Спасибо, что провели его с нами. Больше новостей на сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. До встречи завтра.